А можно приехать в один город и сначала прогуляться по европейской набережной, как в Бельгии, потом посмотреть на храмы, как в Санкт-Петербурге, и постоять у московского Кремля? Да, если это Ешкар-Ала. Есть как минимум пять причин посетить республику Мариэл. Марийская автономная область на карте России появилась после революции. До этого относилась то к Казанской, то к Нижегородской, то к Вятской губерниям. Сами жители называют себя Мари. Говорят на трех языках – русском, горно- и лугово-марийском. Познакомиться с традициями марийского народа – первая причина для путешествия. А где они знают больше всего? Конечно, в деревне. А что это за пирог? Это по-марийски называется салма-муна. Сверху лежит из творога сделан такой круг, как будто солнышко. Покажите же, как живут настоящие марийцы. Обычно марийские дома были такие небольшие дома, двухкомнатные. А печь – это главное украшение и печка-кормилица. По вечерам у печи пряли и вышивали. Традиционный марийский костюм – еще попробуй шеи. Юбка, рубаха, кафтан, пояс и самое главное – украшение из серебра и монет. Должно быть какое-то требование к нему, например, чем громче, тем лучше звенит. А зачем шуметь? Женщина, она не так ходит, везде шхунша. Она должна спокойно статью ходить. К свадебной песне, например. По-русски, по-марийски можно, да? Да. Ткань для нарядов марийцы пряли из ольна и конопли. Для этого у каждой семьи был колодец. Раньше мои пра-пра-пра-бабушки здесь лен замачивали. Она замачивала по два, по месяц. И потом ее сушили и делали ткань. То есть этим колодцем сколько? Лет 400? Где-то 300-400 лет. Мариэл – лесной край. Густые заросли защищали во время набегов завоевателей. Да и сегодня, если у марийца что-то не заладилось, он идет в лес. У каждого человека есть свое дерево. Дерево надо обнять и свои невзгоды шепотом проговорить. И человеку становится легче на душе. Но не в каждый лес можно зайти. Есть священные рощи, своего рода храмы. В советское время их объявили обычным лесом. Многие вырубили. Но от своих обрядов марийцы не отказались. Проводили, но мало. Очень редко. Только тайно. Старший, который Богу молится, особенно мужчина, был. Просил. Всего просил хорошего. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Сцены из деревенской жизни в Национальном театре премьера. Посмотреть спектакль на языке Мари – вторая причина приехать в Мариэл. Это 20-е годы. Нэп и селедку девушку на пасеке, как батрачку использует некий дядя Петр, который присвоил пасеку отца этой девочки. А тот погиб на фронте. Пьесу Сергея Чувайна пасека уже ставили в этом театре сто лет назад. Для новой версии спектакля взяли те самые вековые костюмы. Такие платья носить очень приятно. Они же натуральные, вышивка натуральная. И чувствуется труд тех, кто это вышивал. И когда надеваешь такие платья старинные, и телу приятно, и душе хорошо. Зрителям дают наушники с синхронным переводом, чтобы понимать диалоги. На марийский язык перевели и русскую, и зарубежную классику. Поставили вот ревизора, то же самое замечательно, перенесли как бы на нашу марийскую почву. За сезон ставят по 8-9 новых спектаклей. Южкорола вообще город театральный. Подсчитали, каждый житель в театр ходит 4-5 раз в год. Следующая причина посетить Марий Эл часто приводит к путанице. Замок Шереметьево. Первое, что приходит в голову, граф Николай Петрович. Обладатель огромного состояния и усадеб в Москве и Санкт-Петербурге. Но он здесь ни при чем. Были и другие Шереметьевы, очень дальние родственники. Василий Сергеевич, боевой генерал и участник суворовских походов. Графом никогда не был, а вот замком обзавелся. Земля на берегу Волги у Шереметьевых появилась в начале 19 века. В селе кипела жизнь. Крепостное право позволяло привозить крестьян из других вотчин. Обучали кожевиному, гончарному делу. Растили строители этого замка. Каменщики все были свои. У меня есть личный пример в семье. Моего прапрадеда сюда привезли в 10-летнем возрасте. Строительство замка растянулось на 54 года. За это время здесь смешалось много стилей. Неоготика, восточный, романский, барокко. Если в замок заходили со стороны Волги, попадали в зимний сад. Здесь лестница с невысокими ступенями, чтобы было удобно подниматься в длинных платьях. Ажурная керамическая решетка для циркуляции воздуха. А в центре растения со всего мира. И королевская пальма, которая тянулась к самой вершине купола. Окна в этом зале расположены так, чтобы в гостиную попадало максимально много света. И картины выглядели объемно. На стенах было полторы тысячи подлинников. Помогал коллекцию живописи барыни собирать сам Иван Айвазовский. Кроме того, что три полотна Айвазовского были в коллекции, были полотна известных художников. К примеру, единственное из царской России полотно Эль Грека, портрет Родриго Васкеза, он происходит из нашей коллекции Шереметьево. В интерьерах тоже коллекция стилей. Супруга Василия Шереметьева любила путешествовать, черпала идеи в поездках. В южной части замка появилась восточная комната – дань моде того времени. Здесь полы напоминают персидский ковер с растительным орнаментом. На полу восточного кабинета военный девиз семьи Шереметьево. Справа налево – разум, честь, достоинство. Замку почти два века, но здесь можно переночевать. Это особенно манит охотников за привидениями. Во времена второго хозяина наших земель Сергея Васильевича Шереметьева в юринских землях было введено право первой ночи. И вот крепостная по имени Палаша надумала воспротивиться воле барина. Она его дерябнула полбу под свечником и сбежала. Меглянку, конечно, поймали. По приказу хозяина заживо заморовали в стенах замка. Именно в этом окне был сделан своеобразный эффект, когда в отражении наличников на склоне дня, ближе к сумеркам, появлялся силуэт девушки в белом одеянии. Строители этого замка, будучи людьми образованными, просвещенными, воспользовались этой легендой и сделали вот такой эффект. Есть в замке и еще одна легенда. Осенью 41-го сюда в эвакуацию привезли дочь Сталина, Светлану Аллилуеву. Девочку на фотографии увидел один из людей, когда-то работавших здесь в охране. Но именно со Светланой Аллилуевой связывают то, что вот в первых числах ноября 41-го года на наши луга в районе замка попал фашистский бомбардировщик. Тогда стены не пострадали. В 90-х, когда все приходило в запустение, замок тоже уцелел. Так и остался жемчужиной Поволжья. Мы будем готовить уникальное марийское лакомство. Медовые колобки, которые называются уича. Дальние родственники чак-чака, но отличия есть. Размером и формой, например. И это четвертая причина для поездки. Узнать Мариэл на вкус. Что еще преобладает в марийской кухне? Вот мне показалось, что это в основном выпечка. Пироги, блины с разными начинками. У нас больше всего используется в еде мясо дичи, потому что край лесной. Так как у нас есть две очень больших реки – Волга, Ветлуга и много озер. Соответственно, у нас есть много рыбы, ягоды. Ну и, собственно говоря, основа кухни вся была такая. Потому что народ Мари – это в основном люди, которые проживали в лесах, в лесном массиве. И все, что было доступно для собирательства, все шло в еду. Колобки у яча делают из дрожжевого теста. Но для особенного вкуса в опару добавляют сливки. Марийцы всегда занимались бортничесом, то есть собирали мед. Его здесь много, причем разного. Дрожжевые колобки купают в Липовом. А надолго его нужно опустить? Да вот сейчас моментально, чтобы мед все тут обволок, немножко впитался. А не будет это слишком сладко? Конечно, не будет, потому что больше, чем нужно, это тесто сахара и меда в себя не возьмет. Ну, эту красоту нам нужно незамедлительно попробовать. Я тоже что думаю. Пудра, наша пудра немножко подтаяла на теплых колобочках. Ну как? Угу. На что похоже? Ну, скорее на пончики похоже. Что-то среднее между пончиками и булочками. Действительно, не слишком сладко. Два года назад в Йошкар-Оле начали появляться котики в неожиданных и незаметных местах. Это разновидность стрит-арта с графита. Найти их в городских пейзажах – пятая причина приехать в Мариэл. С графита – это очень древняя достаточно техника живописная. Она родилась в 16 веке, и это была такая альтернатива, как бы более дешевый вариант оформления стен, нежели, например, фреска и мозаика. Что такое вообще с графитом? Это послойное нанесение цветной штукатурки. Ну, в частности, мы обычно используем черное и белое. Панно Кирилл делает заранее в мастерской, а потом просто приклеивает в нужное место. Никаких скрытых смыслов. Повестка дня, острые темы с его творчеством никак не пересекаются. Актуальная тема, она в любом случае вызовет какую-то эмоцию, хорошую или плохую, но это и есть приток людей. А просто работа, когда даже в трудное время вызывает приятные эмоции у людей, это намного интереснее. А вот подобрать нужное место бывает сложно. У художника принцип не размещать свои работы на новых зданиях. Выбирает стены, на которых, к примеру, отвалилась штукатурка, чтобы с графита украсила город, а не изменила. Сколько они провисят, не отслеживает. И даже рад, когда панно исчезают. Суть творчества в этом и заключается, что оно должно замечать примерно 6-8% людей. Они должны быть ненавязчивы. То есть, если стрит-арт будет кричащим, то это будет вызывать какие-то не совсем позитивные эмоции. А когда он вроде есть, а вроде нет, мне кажется, это главная задача, которую мы пытаемся решить, чтобы он был ненавязчивый, и его видел только тот, кто может его заметить. Одна из последних его работ на набережной Брюге. Бельгийский город стал образцом для променада в Южкороле. Дома во фламандском стиле будто пряничные домики. Набережная появилась в 2013 году и уже стала визитной карточкой Мариэл – магнитом для туристов. Отсюда и начинают все туристические маршруты по республике. Маленькой, но с огромной историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова